С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Обмен опытом и комплексный подход. Парламентарии Северо-Запада собрались обсудить развитие туризма на территории Федерального округа. Представители Архангельской, Псковской, Ленинградской областей и Республики Карелия два дня проведут на Ринмаре. Первый день визита начался с обсуждения состояния туризма в регионах Северо-Запада. О том, что туристический потенциал имеет каждый регион Северо-Запада, на встрече звучало практически от всех выступающих. Каждый регион это может подтвердить на собственном опыте. К примеру, Пинежский район Архангельской области делает ставку на развитие сельского туризма. Столичным жителям предлагают от спокойного домашнего отдыха с русской баней до сплава по рекам. В этом кластере задействованы местные жители и организации. Дом культуры отвечает за культурную программу, краеведы – за экскурсии, водители – за трансфер, фермеры – за поставку местной продукции, местные жители организуют питание и ночлег. И кластер только тогда функционирует, когда мы друг друга очень понимаем, доверяем и работаем в одном направлении. И очень большое заблуждение, когда на маленькой территории люди начинают видеть своих партнеров и конкурентов. Нет, мы все – звенья одной большой цепи. Сегодня сельский туризм в Пинежье общими силами поставлен на поток. В район приезжают хоть и небольшие, но регулярные группы туристов. А ведь буквально 10 лет назад жители сел не воспринимали идею въездного туризма. Главная проблема, с которой мы столкнулись, заключалась в менталитете человеческом, в менталитете тех сельских жителей, которым предстояло пустить, вот Татьяна Николаевна правильно сказала, пустить в свой дом чужого человека, поухаживать за ним, накормить его, принять и проводить его. И очень многие люди не воспринимали и не понимали, как это так, кто-то на моей любимой делянке в лесу будет забирать мои грибы. Выступающие единодушно отметили важность участия в развитии сельского туризма и властей. Она необходима для решения земельных вопросов, создания нормативно-правовой базы. К примеру, Псковская область предложила разработать ГОСТ для гостевых домов. Документ будет содержать минимальный набор услуг, которые будет обеспечивать хозяин дома при размещении туристов. Также необходимо стандартизировать и организацию питания, в первую очередь для безопасности и соответствия санитарным нормам. Ненецкий округ, как новичок в сфере туризма, будет участником всех законодательных процессов. Наше собрание депутатов почему-то не представлено в этом комитете Парламентской ассоциации по культуре и туризму. Я думаю, что сегодня этот вопрос уже назрел, и, наверное, в ближайшее время мы решим и направим своего представителя в этот комитет. Уже сегодня у многих законодателей есть инициативы и предложения. От того, насколько быстро и качественно они сработают, порой зависит туристический климат региона. Так, из-за бездействия властей Архангельская область потеряла более 400 памятников. Их не успели вовремя отреставрировать. Такая же проблема стоит сегодня перед Карелией. Сегодня в республике более 40% деревянных домов признаны памятниками архитектуры. Большая часть из них нуждается в скорейшем ремонте. Как правило, он затягивается из-за бюрократических процессов. В работе комитета мы рассчитываем, что примут участие как органы исполнительной власти, субъектов, заинтересованных в развитии этой тематики, законодательные органы власти. Мы будем привлекать профильные ассоциации, которые работают с туристским сектором бизнеса. Ближайшие законопроекты будут связаны с сельским туризмом, как фактором развития территорий, а также общей терминологией. Продумают парламентарии и способы поддержки предпринимателей, занятых в этом направлении. Архангельская область подсчитала, каждый рубль, вложенный в сферу туризма, возвращает в бюджет минимум 20 рублей.